Это место на планете одни исследователи считают почти полностью изученным, другие – самым мистическим и загадочным. Египет – страна, расположенная на севере Африки и азиатском полуострове Синай. Возраст египетской цивилизации, согласно данным исследователей, составляет почти 40 веков. Как считает официальная наука, в истории страны практически не осталось белых пятен. Находится объяснение всему, в том числе и загадкам древних пирамид. Однако в последнее время все чаще звучат не совсем удобные для традиционной египтологии вопросы. Вы действительно считаете, что египетские пирамиды – это гробницы фараонов? А что вы скажете о том, что ни одна из пирамид не содержит захоронений? Как случилось, что фигура стоящего посреди пустыни сфинкса покрыта водной коррозией? Откуда под толщей песка у подножия пирамиды Хеопса могли взяться огромные древние корабли? И почему расположение пирамид в долине Гиза полностью соответствует расположению звезд в созвездии Ориона? Исследователи постоянно ищут ответы на все эти вопросы и предупреждают. Скоро историю человечества придется полностью переписать. Долина Гиза. Пригород Каира. Знаменитый комплекс великих пирамид. 16 сентября 2002 года. В 8 часов утра телеканал National Geographic начинает прямую трансляцию сенсационного проникновения в тайник Великой пирамиды или по-другому пирамиды Хеопса. Дверь в тайник была обнаружена 10 годами ранее, но ни сил, ни средства ее открыть тогда у исследователей не было. Сейчас это поручено специальному роботу немецкого ученого Рудольфа Гантенбринка. Сверло с удивительной аккуратностью входит в каменную плиту и механическая рука вставляет в проделанное отверстие видеокамеру. Председатель Высшего Совета Древности Египта Захихавас в ожидании того, что в тайнике будет обнаружен дневник Хеопса. У других египтологов свои догадки. Там статуя или священный песок. Некоторые уверяют, за дверью ничего нет. В какой-то момент камера проходит сквозь просверленное отверстие и появляется искаженное изображение. Сначала никто ничего не понял. Но мгновение спустя сидящие у мониторов исследователи восклицают. Там вторая дверь, да еще с трещиной. Пирамида Хеопса в очередной раз остановила исследователей и не дала продвинуться к своим секретам дальше. Попытка разгадать тайну одной двери породила новую загадку. Как бы строители пирамид предусматривали такой вариант не допустить какие-то несанкционированные проникновения вглубь пирамиды, то, естественно, логично будет нам допустить, что строители при замысле, при проекте пирамид, они всячески постарались замаскировать какие-то явные, допустим, отверстия, которые могли быть в зоне досягаемости, скажем, любого, который подошел к человеку к пирамиде. И тем более, если пирамида, да, это некий вообще комплекс знаний, там, где, возможно, скрытые, утерянные, специально захороненные, так сказать, данные древних цивилизаций, там, Атлантиды и других, то, естественно, это надо было очень хорошо, очень грамотно спрятать. Жившие тысячи лет до нашей эры фараоны Хуфу, он же Хеопс, Хафра и Менкаур, считаются строителями самых знаменитых египетских пирамид. Согласно официальной версии, в них они и были похоронены. При этом на всех трех пирамидах в долине Гиза нет никаких надписей, подтверждающих это. Странный факт, который никак не вяжется с древнеегипетскими погребальными ритуалами и традициями. Кроме того, в пирамидах никто и никогда не находил мумий. Предполагали, что их похитили злоумышленники. История с якобы пропавшей мумией Хеопса тянется еще со времен халифа Аль-Маамуна, правителя Каира в 9-м столетии. Он нанял рабочих, чтобы пробить проход в северной стене пирамиды. Халиф намеревался найти там сокровища и, самое главное, получить доступ к древним манускриптам. Арабские историки той эпохи считали, что Великая пирамида была построена в качестве хранилища научных трудов древних цивилизаций. Согласно преданию, строители должны были оставить там инструменты из железа, оружие, которое не ржавеет, стекло, которое можно гнуть, не ломая, и волшебные заклинания. Однако Маамуна и его люди ничего не нашли. Даже обычных земных сокровищ. Не говоря уже о продуктах высоких технологий. Да и заклинаний тоже не было. Так сказать, пирамиды как были, так и остаются загадкой для человечества, потому что трудно себе представить, что такие огромные сооружения были построены только для того, чтобы захоронить фараона. Только как гробница. Возникает ряд вопросов. А было ли вообще что-нибудь в Великой пирамиде? Если да, то куда же могло исчезнуть все содержимое? Может быть, действительно, через несколько сотен лет после смерти Хеопса здесь побывали грабители? Историки утверждают, что до халифа Маамуна никому не удавалось проникнуть вглубь. Известный историограф, публицист и кинорежиссер Грэм Хэнкок в своей книге «Следы богов» приводит интересные исторические факты. Когда Маамуна и его люди пробились в камеру царя, было бы логичным, чтобы они нашли там предметы, захороненные с фараоном. Но между тем в пирамиде Хеопса не было найдено ничего. Ни клочка материи, ни черепка разбитой посуды, ни потерянного украшения. Только голые полы и стены, и разинутые рты пустых саркофагов. Это относится не только к пирамидам Гизы, но и ко всем пирамидам Третьей и Четвертой династии. Нигде не было найдено мумий фараонов, даже признаков царского погребения. В некоторых не было даже саркофагов. Например, в так называемой рухнувшей пирамиде в Мейдуме. В пирамиде Сехимхета в Саккаре, куда ученые проникли в 1954 году, саркофаг был. Причем он сохранился запечатанным и нетронутым с самого момента установки. Когда его вскрыли ученые, оказалось, что саркофаг пуст. Это как бы уже трафаретная точка зрения, которую мы тоже знаем из школьных учебников. Ну, раз пирамиды, то обязательно. Там должны быть луны. Обычные гробницы, которые уже строились после Великих или до них, то есть примитивные технологии, мастабы, да, там находят вот тот же Тухомон, другие, да, там вот находят их. А такие глобальные пирамиды, они строились с какой-то совершенно глобальной целью. А не для того, чтобы упокоить мумию всего одного человека, вот самого великого фараона, и потом ему в царство дуа дать дорогу. Я думаю, что здесь совершенно все сложнее. Это понимали, собственно, еще вот сто лет назад. Вот наш русский поэт Валерий Аклевич Бюсов в своей работе «Учителя-учителей» вот этот вопрос поставил, что не мог быть пирамиды гробницами, и даже обосновал, а сейчас уже доказательств накопилось гораздо больше. Никаких усыпальниц там не было, то есть ученые не нашли ни мумий там, ни остатков каких-то, ну, человеческих скелетов, костных остатков и так далее. И есть интересная гипотеза о том, что пирамида – это все-таки ложе мистерии, откуда входил как бы человек, и выходил обожественным человеком. То есть, проще сказать, входил мист, ученик, и выходил адепт, учитель. Утверждение о том, что пирамиды излучают какую-то загадочную энергию, пришедшую к нам из древности, появились еще в первой половине 20-го столетия. Французский исследователь Антони Бави обратил внимание, что огонь в них разгорается намного быстрее, чем в других помещениях. Позже необычное открытие сделал чешский ученый Карл Дербал. Он обнаружил, что лезвие безопасной бритвы в пирамидах заостряется, если его поместить в правом углу напротив северной грани. Кстати, слово «пирамида» происходит от греческого «пиромиус». «Пиро» – это огонь, пламя, соответственно, энергия. Все-таки в пирамидах действует какая-то необычная энергия. Она непонятно, откуда она берется. Может быть, в расположении самого пирамидального сооружения. Может быть, какие-то подземные... Кстати, Гиза стоит на двух таких подземных разломах. Может быть, оттуда идет эта подземная энергетика, которые питают пирамиду. Известен факт о том, что в пирамидах очень быстро мумифицируются животные, там, остатки, например, кошки. Кошку нашли мумифицированную полностью. То есть у нее необычная энергия, у пирамид. Комплекс в Гизе, кроме пирамид, состоит еще и из так называемого храма Сфинкса и храма Долины. Все эти древние сооружения объединяет использование огромных мегалитов с массой в 200 тонн. До сих пор нет четкого понимания, как древние египтяне могли поднимать такие плиты и ставить на место. Причем 200 тонн далеко не предел. В Египте можно увидеть громадные обелиски и статуи весом в 800 и даже в 1000 тонн. Это гигантские тяжести. Посмотрите, вокруг пирамид Гиза нет никаких дорог, чтобы указывало на то, что перемещались тяжести откуда-то, да, брались и перемещались по дорогам. Нет никаких канав, ни каких-то нерытвенных, ни каких-то, ну, таких сооружений, которые указывало бы на строительную технику, на строительную подготовку к этой технике. Скорее всего, речь идет о левитационной какой-то технике. Мифы, предания многих народов мира говорят об этой технике. Явление искусственной левитации посредством направленного ультразвука открыли в 1979 году в Калифорнийском технологическом институте в Посадине. Независимо от американцев, это открытие было сделано и в секретных лабораториях Советского Союза. Хотя у нас оно не афишировалось. Но в этих экспериментах речь шла о небольших предметах, величиной, например, с куриное яйцо. Говорить о многотонных глыбах даже с самыми передовыми технологиями по-видимому, еще рано. То, чему нас учили в школе, совершенно не соответствует и не стыкуется с теми фактами, которые мы видим в экспедициях в Египет. И может, в принципе, увидеть любой желающий. Поехать, посмотреть и пощупать. Мы имеем дело не с примитивным трудом многих тысяч рабов, не с ручным трудом, не с примитивными простыми технологиями, а имеем дело с очень развитыми технологиями, требующими совершенного инструмента, очень высокой производственной базы и очень высоких знаний. Сегодня существует более 30 конкурирующих и противоречащих друг другу гипотез. Все они пытаются ответить на вопрос, как перемещались и поднимались каменные блоки. Большинство египтологов утверждает, что должны были использоваться наклонные плоскости. Но историки не профессиональные строители. Последние объясняют все иначе. Чтобы проложить к вершине Великой пирамиды наклонную плоскость с уклоном 1 к 10, потребовалось бы насыпь длиной 1,5 километра, объем которой должен был бы втрое превышать объем пирамиды. Проблема еще и в том, что насыпь высотой в 150 метров нельзя построить из кирпичей грунта. Как доказали современные строители, такие насыпи стали бы оседать под собственным весом, если только не сложить их из таких же каменных блоков, что и пирамиду. Но самое удивительное – это то, какими инструментами были построены пирамиды. Флиндерс Петри, основоположник британской египтологии, был одним из первых, кто обследовал еще в конце 19 века весь комплекс в Гизе. Хотя сами инструменты древних мастеров и не найдены, о них можно судить по следам, оставшихся на камнях. Петри отмечал, что при сверлении гранита на древние сверла действовала нагрузка не менее двух тонн при очень высокой скорости вращения режущего инструмента. Получается, что более 4,5 тысяч лет назад египтяне располагали сверлильными станками, которые позволяли им врезаться в твердые камни, как в масло. У Петри не было объяснения этой загадки. Также он не мог объяснить, каким инструментом были вырезаны иероглифы на диоритовых чашах 4-й династии, которые он отыскал в Гизе. Поскольку я все-таки по образованию городинженер, тут есть очень простые вещи. Диорит и вообще вот горные породы, по шкале молодца имеющие, по шкале твердости, там больше 5-6, их невозможно обработать медными мягкими инструментами, потому что медь достаточно мягкий металл. Поэтому, конечно, если пытаться пилить медной пилой диорит, то наоборот перепирится пила. Вот и все. За десятки лет исследовательских работ археологи в Египте обнаружили огромное количество сосудов, относящихся к эпохе более древней, чем так называемое раннее царство фараонов. Почти вся найденная утварь выточена из очень твердых материалов диорита, базальта и кристаллического кварца. Качество изготовления свидетельствует о том, что мастера использовали совершенно невероятные технологии. Исследователи недоумевают. Почему эти таинственные инструменты до сих пор не найдены? Может быть, они действительно где-то спрятаны? Специалисты могут судить об их свойствах лишь по следам, оставшимся на камнях. И мы нашли такие следы, которые мы сейчас при задействовании всех, всей известной нам техники и технологии обработки камня воспроизвести просто не в состоянии. Причем обработка не только мягких пород типа известняка, но и твердых пород, и особенно твердых пород базальта и гранита, кварцита, вот таких, на которых эти следы остались очень отчетливы. Кто же мог научить египтян таким технологиям? Знаменитый ясновидец 20 века Эдгар Кейси говорил, что открытие тайников в Египте станет величайшим событием для исторической науки и для всего человечества. Во время глубоких трансов предсказатель говорил о технологиях возведения пирамид и о том, что знания жрецам древнего Египта были переданы великим народам атлантов. Возможно ли это? И была ли сама Атлантида? Ведь не все ученые принимают рассказы Платона о таинственном затонувшем материке за правду. Я думаю, что факт нахождения Атлантиды, в который я все-таки верю, по ряду причин, тем больше мне удалось обосновать геофизическую и геологическую модель реальной гибели. Я думаю, что существование Атлантиды в принципе переворачивает всю историческую науку именно потому, что тогда приходится предполагать, что существует и правомерная теория катастроф, по которой цивилизация человеческая может развиваться, а потом гибнуть. В начале 90-х годов 20-го столетия в самом центре Бермудского треугольника была обнаружена гигантская подводная пирамида. О сенсационной находке тут же сообщили на пресс-конференции во Флориде. Журналистам показали материалы исследований, фотографии и эхограммы. По размерам это сооружение оказалось в три раза больше знаменитой пирамиды Хеопса. Новость настолько поразила представителей прессы, что газеты сразу заговорили об инопланетянах, которые, по версии журналистов, только и могли подобное построить. Грани пирамиды сложены из материала, похожего на стекло или полированную керамику. Вряд ли может быть простым совпадением, что именно так во всех древних арабских источниках описывалась и Великая пирамида в Гизе, облицовка которой сверкала под солнцем. Другое совпадение – это почти одинаковое мощное энергетическое поле Великой пирамиды и пирамиды на дне Бермудского треугольника. Кстати, Кейси в своих предсказаниях называл его большим силовым кристаллом атлантов. В свое время этой пирамидой занимался Чарльз Берлиц, известный американский атлантолог. Он говорил в своих трудах, в своих книжках, что да, действительно, эта пирамида, она как бы со времен Атлантиды существует под Бермудском треугольнике. Она связывает в каркасе этой пирамиды какая-то энергетическая стоит, очень мощная такая установка. В 1954 году у южной стороны Великой пирамиды египетский археолог Камаль-эль-Малах обнаружил останки корабля из кедрового дерева длиной более 43 метров. Странная находка, так как древние египтяне не считались мореплавателями. Позднее нашлись останки еще одного корабля того же размера. Некоторые египтологи сразу высказали версию. Это так называемые погребальные лодки фараонов. Но почему такие огромные? А может это корабли атлантов, на которых жители гибнущей цивилизации перебрались в Египет? Привнесли сюда свои знания, а затем тщательно спрятали их во вновь отстроенных объектах долины Гиза. В 1993 году исследователи сделали поразительное открытие. Внутри самого знаменитого и самого загадочного в мире древнего монумента пирамида Хеопса археологи наткнулись на неизвестное пространство, наклонный с изгибами коридор. Вполне возможно, что коридор мог привести к тайнику. Для того, чтобы туда проникнуть, собрали специальный робот. Маршрут был смоделирован на компьютере. Сначала робот двигался почти вертикально. В 60 метрах от начала подъема по вентиляционной шахте стены и пол внезапно стали гладкими, и робот вошел в проход из полированного известняка. Через 5 метров он во что-то уперся и остановился. Чуть позже выяснилось, что это дверь, за которую проникнуть не удалось. Похожий тайник был обнаружен в противоположной северной шахте. Лондонская Таймс тут же связала находку с предсказаниями Эдгара Кейси. Тайники действительно существовали. Они, так сказать, описаны в древнеегипетской литературе. И поэтому я думаю, что и сейчас до сих пор тайники, какие-то тайники находятся именно под плата Гизы. Как об этом говорил, может быть, и Кейси упоминал, под правой лапой сфинкса. Может быть, какие-то тайники находят. И действительно, японские ученые, когда сканировали эту местность, нашли какие-то пустоты, какое-то пустое помещение. Может быть, это и есть тайники. В 1999 году робот вновь продолжил свою работу и обнаружил рядом с пирамидами вертикальную шахту. На дне шахты была найдена погребальная камера с саркофагом из черного гранита. Египетские специалисты предположили, что это гробница Осириса. И там могут находиться священные записи. Весь мир был снова заинтригован. Однако больше новостей не последовало. А дальнейшие действия египетских властей были более чем странными. Мало того, что эти данные нигде не публикуются, кроме как в альтернативной литературе. Вдобавок, с определенного времени любые сейсминологические исследования на плату Гиза просто запрещены. Зная, собственно говоря, реальное положение дел, я вынужден подозревать, что нашли что-то значимое. Есть мнение, что спрятанные в тайниках великих пирамид древние записи раскроют нам тайны Атлантиды. Высокие технологии, генетические коды, хронокапсулы с биологическим материалом внеземных цивилизаций. И тогда, возможно, всю историю человечества придется переписывать заново. Готовы ли мы к такому повороту? Наверное, не все. Возможно, поэтому египетские власти резко ограничили изыскательские работы в долине Гиза. А допуск в некоторые места просто закрыт. Последним исследованием была попытка проникнуть за дверь предполагаемого тайника с помощью немецкого робота в 2002 году. Но, как мы уже знаем, за дверью оказалась вторая дверь. И ученые прекратили дальнейшие работы в пирамиде. Хочется надеяться, что это не навсегда. Что это только небольшая передышка, пауза для осмысления. Нам остается только ждать, когда исследования продолжатся. И человечество станет свидетелем совершенно невероятных открытий, которые перевернут традиционное понимание мироздания. Продолжение следует...